Вы, возможно, слышали, что Национальный парк Йеллоустон находится на вершине гигантского супервулкана. Именно поэтому в этом регионе существуют мощные гейзеры и горячие источники. Но это также означает, что под Йеллоустоном находится огромная магматическая камера. В 2015 году исследователи из университета Юты обнаружили, что эта камера гораздо больше, чем предполагалось ранее. Они даже обнаружили еще один резервуар с магмой под верхним. По-видимому, чем просторнее камеры, тем больше магма они содержат. Вместе эти два резервуара хранят кусок магмы, который легко заполнит Гранд Каньон не один, а 11 раз. Но знаете, что самое тревожное в магматических камерах? Они давят на землю над ними. В результате земля в Йеллоустоне поднимается на 2,5-5 см в год. Кроме того, Йеллоустон имеет статус активного вулкана. И его индекс вулканической взрывоопасности, да, такой существует, 8 из 8. Это означает, что если вулкан взорвется, это будет апокалиптическое событие. Чтобы внести ясность, извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, которое считается самым мощным из всех зафиксированных за всю историю, было оценено на 6 по индексу вулканической взрывоопасности. Ха, проиграл. Теперь давайте выясним, есть ли повод для беспокойства. В марте 2023 года станции сейсмографов университета Юты зафиксировали 354 землетрясения во всем регионе национального парка Йеллоустон. Звучит внушительно, но учтите, что самым заметным событием месяца было мини-землетрясение магнитудой 3,7. Оно было частью роя из 106 землетрясений, которые начались 29 марта и продолжались до конца месяца. Да, похоже, бывают трои землетрясений, так что будьте осторожны. Эксперты говорят, что сейсмическая активность в Йеллоустоне, ну, скажем, немного активнее обычного. Но нам действительно ничего не угрожает. Геофизик, работающий в обсерватории вулкана Йеллоустон по имени Майкл Полланд, утверждает, что вулкан не собирается в ближайшее время извергаться. Для этого под поверхностью должно быть достаточно магмы, готовой к извержению. Ух! Также должно быть достаточно давления, чтобы заставить эту магму подняться. Но ни одно из этих условий сегодня не реализовано. Так что, по словам эксперта, Йеллоустон сейчас стабилен. В то же время, Полланд и его команда отслеживают все виды подземной активности, ища предупредительные знаки возможных извержений. Частота землетрясений и деформация земной поверхности могут быть одними из них. Тысячи мини-землетрясений, сочетающиеся с экстремальными изменениями в поверхности Земли в этом районе, могут вызвать тревогу. Команда также контролирует температуру термальных объектов парка. Это еще один заметный признак потенциальной катастрофы. Изменения в активности гейзеров по всему парку, а также газовые и термальные выбросы. Так что, несмотря на заявления СМИ о том, что Йеллоустон готов к извержению, так как последнее произошло 70 тысяч лет назад, это так не работает. Эксперты говорят, что это одно из самых распространенных заблуждений о вулканах. Они не следуют временным рамкам. Если бы сверхизвержение все-таки произошло, то самым тревожным для нас были бы не лавовые потоки и не землетрясения, которое, скорее всего, сопровождало бы эту природную катастрофу. Нет, самым страшным последствием такого суперизвержения был бы пепел и пепельный дождь. Давайте посмотрим, как это было, когда вулкан Йеллоустон взорвался много лет назад. В истории вулкана произошло как минимум три сверхизвержения. Самое мощное из них было в 2500 раз более разрушительным, чем страшное извержение горы Святого Гельма в штате Вашингтон в 1980 году. Что касается последнего сверхизвержения, его назвали «извержением в лавовом ручье». Оно образовало Йеллоустонскую кальдеру после того, как выплюнуло в воздух невероятное количество пыли, вулканического пепла и камней. Недавно ученые также узнали о двух других ранее неизвестных суперизвержениях, которые произошли около 9,8 миллионов 700 тысяч лет назад. Младший из двух теперь считается самым крупным зафиксированным событием во всей вулканической провинции реки Снейк в Йеллоустоне. В любом случае, давайте посмотрим, что происходило миллионы лет назад. Поскольку меня здесь не было, мы будем опираться на доказательства. Первые признаки катастрофы появились задолго до того, как произошло само бедствие. В течение тысячелетий тепло накапливалось изнутри планеты. Оно расплавляло породу под корой планеты, оставляя под собой огромные камеры. Они были заполнены под давлением смесью полутвердой породы, магмы, пароводы и различных газов, включая углекислый газ. Вся эта зажигательная подземная смесь расширялась, так как со временем накапливалось все больше и больше магмы. Земля над вулканической системой почти незаметно поднималась вверх. За год до суперизвержения Йеллоустон подал предупреждающий сигнал, но рядом не было никого, кто мог бы интерпретировать эти сигналы. Также эти тревожные процессы в основном происходили под землей. Например, декомпрессия вызывает высвобождение пузырьков газа. Во время лопания они способны запускать некоторые виды извержений. За несколько месяцев до извержения небольшие землетрясения стали более частыми и интенсивными. Почва во многих местах над супервулканом стала горячее, чем обычно. Поверхностные озера и грунтовые воды также стали теплее. Если бы в это время были люди, они бы заметили необычный пар, поднимающийся над этой областью. Незадолго до начала извержения растущее давление выдавило землю над магматической камерой вверх. Это создало куполообразное возвышение. Вдоль краев этого купола начали открываться узкие трещины. Представьте, что открываете бутылку газировки после того, как ее встряхнули. Что-то похожее происходило возле вулкана. Подумайте о Ментесе и диетической Кока-Коле. Давление понемногу выходило через трещины, когда газы вырывались из-под поверхности. Перед катастрофой земля вокруг вулкана Елоустон поднялась. Геотермальные бассейны и гейзеры нагрелись, начали кипеть и стали более кислыми, чем обычно. Магма стала подниматься к поверхности. В какой-то момент скалистый потолок магматической камеры больше не смог устоять, и началось извержение. Небольшие, но постоянные толчки начали двигать землю за несколько дней до катастрофы. Но настоящее землетрясение началось за несколько минут до извержения. С оглушительным ревом огромная колонна лавы и пепла вырвалась в воздух. В течение нескольких минут пирокластический поток пронесся по области со скоростью урагана. Он состоял из жидкой смеси, из полутвердых кусков лавы, вулканического пепла и горячих расширяющихся газов. Это напоминало чрезвычайно горячую токсичную снежную лавину. С температурой около 700 градусов он сжигал все на своем пути. Вулкан продолжал выбрасывать пепел днями напролет. Для всех живых существ осадок пепла был одной из самых опасных последствий извержения. Вулканический пепел превращается в стекловидный цемент через несколько секунд после извержения. У большинства животных не было шанса выжить. Даже толстые деревья начали рушиться под тяжестью этого плотного вещества. Всего за несколько дней на огромных территориях образовался толстый слой пепла. После того, как пепел попал в стратосферу, температура во всем мире начала падать. Извержение содержало серу, которая эффективно блокировала солнечный свет. Вот почему вскоре стало так холодно, что в течение следующих нескольких лет во всем мире не наступало лета. Животные не могли найти пищу и чистую воду. Эта природная катастрофа, названная суперизвержением Грейс Вендинг, была колоссальной. Так исследователи описали ее в своих недавних исследованиях. Она затронула огромную территорию. Потоки лавы покрыли площадь, равную Нью-Джерси, раскаленным вулканическим стеклом. Она мгновенно стерилизовала поверхность земли, уничтожив всю растительную жизнь, которая процветала там ранее. Если такое извержение произошло бы в наши дни, оно покрыло бы Колорадо, Юту и Вайоминг, почти метром токсичного вулканического пепла. Многие регионы были бы погружены во тьму. Даже побережье, где живет большинство американцев, столкнулось бы с проблемами, связанными с распространением пеплового облака. Оно уничтожило бы урожай и загрязнило бы пастбище, повредило бы линии электропередачи и электротрансформаторы. Итак, я уверен, вы со мной согласитесь. Хорошо, что такая катастрофа не ожидается в ближайшее время. Эй, у нас и так достаточно других проблем на повестке дня. Последние новости. Самая старая пирамида в мире была построена во времена последнего ледникового периода. Я говорю не о Египте. Я говорю о том, что наши предки могли построить 27 тысяч лет назад пирамиду на Западной Яве. Гунунг-Паданг не кричит на всех углах, что она пирамида. Это скорее курган с огромными камнями, разбросанными повсюду. Но местные жители, кажется, чтят его, и так продолжается на протяжении многих веков. Только недавно индонезийские власти решили провести здесь раскопки, чтобы понять, что вызывает столько волнений. В итоге они обнаружили остатки человеческого поселения. Это было довольно неожиданно, поскольку курган находится достаточно высоко. Эти раскопки могут подтвердить, что люди жили в этом районе еще в 45-м году до нашей эры. Честь доказать, что Гунунг-Паданг, это первая в мире пирамида, выпала индонезийскому геологу по имени Дэнни Хиллман. Он использовал все виды новейших технологий для подтверждения своего утверждения. Наш герой применил радиоуглеродный анализ, который позволяет проникать вглубь земли и брать целые куски почвы. Он снимал слой за слоем и обнаруживал постройки, как будто раскапывал древний Рим и находил закопанные в землю здания. Его исследования доказали, что там существовали пещеры и даже комнаты, что могло значить только одно – присутствие людей. Что касается камней, расположенных на вершине холма, то они были стратегически размещены людьми, жившими там в те времена. Им нужно было место для медитации, поэтому они позаботились о том, что все было гармонично. Гладкие поверхности камней были не результатом многолетней эрозии, а произведениями великих скульпторов. Микеланджело того времени, скажем так. Если все это действительно так, то человеческие цивилизации возникли гораздо раньше, чем мы думаем. Наши предки, люди эпохи Палеолита, не имели того, что нужно, чтобы считаться цивилизацией. Тем более у них не было инструментов и знаний для строительства пирамид. Им требовались навыки каменной кладки, которых не было во время последнего ледникового периода. Однако коллеги Хьюлмана не разделяют его точку зрения. Они могли бы поверить в его теорию, если бы он нашел такие доказательства, как древесный уголь и фрагменты костей. Но он этого не сделал. Другой археолог Флинт Диббл говорит, что без конкретных свидетельств человеческой деятельности нет доказательств существования настоящей пирамиды. Все данные указывают только на то, что почве в кургане 27 тысяч лет. Он считает, что камни на вершине кургана просто сползают вниз по склону, как это обычно делают камни. Только сложное общество могло бы построить ступенчатую пирамиду, как утверждают некоторые. Но по мнению Билла Фарли, американского археолога, нет никаких оснований полагать, что в Индонезии во время последнего ледникового периода существовали какие-либо поселения. Ух ты! На дне океана дыра! Похоже, в океане образовалась течь. Но это не похоже на утечку, которую можно было бы ожидать, когда вода вытекает. Это больше похоже на родник, поскольку вода течет внутрь, а не наружу. Эта уникальная утечка известна нам как Оазис Пифи. Ее случайно обнаружил аспирант Брэндон Филлип. Он заметил пузырьки, которые поднимались к поверхности. Обычно пузырьки в океане говорят нам о том, что здесь могут быть гидротермальные источники, своеобразные оазисы жизни. На самом деле они похожи на горячие источники, просто спрятанные на морском дне. Но вместо пузырьков с теплой водой они выбрасывают жидкость, нагретую в коре нашей планеты. Когда морская вода просачивается в эти трещины и уходит вглубь земной коры, она вступает в контакт с чрезвычайно горячей мантией. В результате морская вода нагревается до очень высоких температур, а когда она движется обратно к поверхности, то несет с собой растворенные газы и минералы. Когда горячая жидкость вырывается из вентиляционных отверстий, она смешивается с окружающей ее морской водой и быстро охлаждается. На небольшом расстоянии от жерла температура может опуститься до комфортных 20 градусов или около того, что, судя по всему, нравится некоторым существам. Там в темноте живут настоящие чудища. Рыбы-призраки, гигантские трубчатые черви с красными наконечниками и уникальный вид креветок с глазами на спине. Некоторые из них, например, трубчатые черви и бактерии, питаются химическими веществами и минералами, выделяемыми вентиляционными трубами, чтобы выжить в суровых условиях. Но в данном случае бурлящая вода поступала не из гидротермального источника, она появилась благодаря источнику. И это вызывает большие опасения. Видите ли, вода в этом резервуаре должна оставаться там, где находится. Если слишком много ее просочится наружу, это может привести к серьезным последствиям, особенно для окружающей местности. Эту необычную утечку можно наблюдать вдоль зоны субдукции Каскадия, которая представляет собой массивную линию разлома у побережья Тихоокеанского северо-запада. Это место, где две довольно большие плиты, составляющие земную кору, сходятся и скользят друг по другу. Вода из оазиса Пифии как бы служит смазкой между этими плитами. Зону разлома можно представить как стол для аэрохоккея. Когда давление жидкости высокое, появляется больше воздуха. Трение между пластинами уменьшается, что позволяет им двигаться. Но если давление жидкости ниже, две пластины могут сцепиться друг с другом, что приводит к нарастанию напряженности. Не то, чтобы им было плохо. В контексте тектонических плит напряженность – это давление или сила, которая может вызвать деформацию. Если эта напряженность начинает накапливаться, то в какой-то момент она должна куда-то деваться. Когда ее становится слишком много, это может спровоцировать землетрясения, и, скорее всего, немаленькие. Например, сброс напряжения в зоне субдукции каскадия может привести к землетрясению магнитудой 9. Для сравнения, самое сильное землетрясение, которое мы когда-либо регистрировали, произошло в Чиле в 1960 году и имело магнитуду 9,5. Ущерб был огромен, поэтому мы надеемся, что вода останется в резервуаре и продолжит поддерживать хрупкий баланс между тектоническими плитами. Мы исследовали только 5% океана. Кто знает, сколько всего интересного лежит на дне и ждет своего часа? Например, посмотрите на эти загадочные отверстия, на которые наткнулись ученые в глубинах Атлантического океана, недалеко от Азорских островов. Они аккуратно выровнены и находятся на расстоянии около 10 сантиметров друг от друга, а в некоторых случаях даже нескольких метров. Они напоминают проколы, оставленные швейной машинкой. Некоторые считают, что эти отверстия могут иметь биологическое происхождение. Например, их могли сделать рыбы, гуляя по морскому дну. Другие полагают, что перед нами нечто антропогенное, возможно, оставленное шиной с шипами. Конечно, такие дыры идеально подходят для придумывания истории о существах с других планет, которые якобы их сделали. А может быть, о легендарных монстрах, как о том из Лохнесса. Объяснить такую симметрию отверстий довольно сложно, но один глубоководный биолог предложил довольно интересное объяснение. По его словам, под осадочными породами могло зарыться какое-то животное, и время от времени оно может проделывать маленькие дымоходы, чтобы получить доступ к циркуляции чистой воды в своей маленькой норе. Вокруг отверстий есть куча осадочных пород, и они подтверждают идею о том, что что-то толкало почву снизу. Но доказательств того, что эти отверстия действительно связаны между собой под поверхностью земли, по-прежнему нет.